Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем изучать учебник грамматики Glamour Way One и тема определенной артикли. Определенный артикль The. Посмотрим на картинке. Мы видим несколько собачек. На этой картинке мы видим одну собаку. Давайте посмотрим, что здесь написано. Определенный артикль The употребляется с существительными в единственном числе, как на этой картинке, так и во множественном числе, как на этой картинке. Еще раз вспоминаем, что неопределенный артикль The или The N употреблялся только с существительными в единственном числе. Давайте посмотрим перевод этих предложений. Dogs are clever animals. Собаки вообще являются умными животными. Dogs run fast. Собаки бегают быстро. И здесь мы видим перед существительными dogs, dogs собаки, нет никаких артиклей. Почему здесь нет артикля? Потому что это собаки вообще, не какие-то конкретные собаки. Теперь посмотрим различия здесь. The dog in the picture is big. The dog in the picture is big. То есть, собака конкретная, вот эта самая, которая сидит тут с огромной пастью, она на этой конкретной картинке большая. The dog's name is body. Имя этой конкретной собаки – body. Еще раз, если мы говорим о собаках в целом, мы не используем никакой артикль. Если мы говорим о конкретной собаке, мы используем определенный артикль – the. На английском это definite article. Definite – определенный. Definite – article. Article – article. И здесь у нас в примерах – the girl, the man, the house. И в каждом случае это будет какой-то конкретный предмет или человек. Конкретная девочка, конкретные мужчины, конкретный дом. Здесь две колоночки. Когда мы употребляем артикль – the, когда мы не употребляем. Давайте посмотрим сначала первую колонку. Так. Основное. Мы употребляем перед существительным, когда мы говорим об определенном предмете. Например, когда упоминаем предмет не в первый раз, либо он уже известен собеседнику по ситуации. Другими словами, когда можно ответить на вопросы «Кто именно?», «Какой именно?», «Который именно?». Например, I can see a car. Я вижу автомобиль. И мы сначала используем неопределенный артикль – the, потому что видим какую-то одну машину. The car is ready. И именно эта машина красная, красного цвета. Она нам уже теперь известна, поэтому определенный артикль – the. Дальше. Перед существительными, обозначающими уникальные, то есть единственные в своем роде объекты. Например, Земля, небо, солнце, парфенон, таджмахал. Давайте еще раз посмотрим. Они единственные в своем роде, которые существуют на Земле или в мире, поэтому мы используем определенный артикль, definite article. The earth, земля, the sky, небо, the sun, солнце, парфенон, парфенон, таджмахал, таджмахал. Значит, повторим еще раз, когда уже идет речь о вызветном предмете или этот предмет единственный в своем роде в мире. Дальше. Перед названиями рек, морей, океанов, горных массивов, пустынь, групп, островов, штатов. Это как бы наиболее сложное, наверное, перечисление. Их только можно на практике, когда вы постоянно встречаете в текстах и себе просто отмечать, что здесь надо использовать, либо заучивать. The Nile, Nile – это Нил. Река. Мы здесь сказали реки. Дальше мы сказали моря. The Mediterranean. The Mediterranean – это предиземное море. Значит, еще раз, река, море. The Atlantic. Atlantic – это океан атлантический. Значит, три у нас понятия, связанные с водой. Река, море, океан. В себе попытайтесь ассоциацию какую-то сделать, the Nile, the Mediterranean, the Atlantic. Дальше мы переходим уже к высоким горам. The Alps. Альпы. The Alps. Дальше. Пустыни. То есть, мы с горы спускаемся наоборот вниз в пустыню. Это Сахара. Это Сахара. The Sahara. The Sahara. Это группа островов. Во множественном числе. Багамы. The Bahamas. The Bahamas. И Штаты. Соединенные Штаты Америки. The USA. The USA. И вот обратим внимание, что вот эти понятия, которые не связаны с водой, они, часть из них во всяком случае, представляют собой множество чего-то. Например, горные массивы. Здесь даже окончание множественного числа. The Alps. Острова. Группы островов. The Bahamas. The Bahamas. И Штаты тоже множество. USA. Так. Следующее. Перед названиями музыкальных инструментов в некоторых устойчивых выражениях. Например, играть на пианино. To play the piano. To play the piano. Играть на гитаре. To play the guitar. To play the guitar. Играть на скрипке. To play the violin. To play the violin. Перед национальностями и фамилиями, когда мы говорим о всем семейце. Вот национальность. Китаец. The Chinese. The Chinese. Итальянцы. The Italians. Семейство Смитов. The Smiths. The Smiths. The Browns. Семейство Браунов. Смит и Брауны в конце у нас окончание множественного числа «э». Перед существительными. Morning, afternoon, evening. Это утро, день и вечер в определенных сочетаниях. Например, I go to school in the morning. I go to school in the morning. Я иду в школу утром. То есть, in the morning, in the afternoon, днем, in the evening. Это все будет с артиклем «the». Давайте повторим еще раз. Самое первое и самое легкое. Когда мы говорим о предмете, о котором уже упоминалось до этого, или о котором нам известно. Например, мы знаем о каком-то окне конкретном идет речь, или о какой-то двери конкретной, о конкретной книге. Тогда мы употребим артикль «the». То же самое и с людьми. Если о конкретной девочке, конкретном мужчине, везде будет артикль «the». Если эти предметы единственные в мире, уникальны, типа земля, the earth, небо, солнце, чудеса света разные, это все артикль «the». Дальше мы помним, что перед некоторыми географическими или природными понятиями, да, нам нужно вспомнить три категории, связанных с водой. Это река, the Nile, море, the Mediterranean, Средиземное море, океан, Атлантический, например, the Atlantic. Дальше горные массивы, the Alps, пустыня спустились вниз, the Sahara, группа островов, the Bahamas, группа штатов, the USA. Музыкальные инструменты в сочетании я играю. I play, например, the piano, I play the guitar, I play the violin. Национальности, the Chinese, the Italians, и семейство, the Smiths, the Browns, и последнее, это сочетание типа in the morning, утром, in the afternoon, днем, in the evening, вечером. Итак, на этом мы закончили разбирать часть, часть определенного артикля, definite article. На следующем уроке мы посмотрим, когда не употребляется. Продолжение смотрите в следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!